Обезглавили и выпотрошили. Вертолет Ми-24 должен был стать памятником, а рискует оказаться на свалке. Вопрос по вертолету был решен на уровне правительства. Было заседание совета ветеранов. На заседании совета было предложение вертолет установить навечно, как память о погибших, значит, выпускниках этого училища и о тех, кто воевал в Афганистане и в Чечне. Но у тех, кто распилил вертолет, своя правда. Кировское авиационное училище ликвидировали, осталось только вертолет убрать. Чтобы часть расформировать. У меня приказ, начальник училища, у меня вышла машина с издания, я его должен загрузить и вывезти в училище, чтобы получить справку, сейчас эта самая часть ликвидируется. У меня единственный этот вертолет, который держит. Мне сейчас нужно справку получить со службы, чтобы у меня не числиться по службе ничего. И ехать в Самару сдавать архив части. Ми-24, или как любя его называют военные крокодил, в качестве памятника был выбран не случайно. На таких воевали в Афганистане и Чечне. Он символ тех войн и особенно дорог семьям погибших героев. Приостановите пока. Я еще раз говорю, у меня есть приказ. Вы человек военный, бывший? Да, я полковник. Вот и все, замечательно. И Северный Кавказ прошел, и на этих вертолетах летал. Я там тоже, я на таком типе пять лет отлетал. И был на Северном Кавказе. И Буденовский был. Приказ поступил из Сызрани от главнокомандующего этой части. Но спешка с ликвидацией вертолета многим непонятна. В том числе и властям города, которые подготовили все бумаги и намеревались купить Ми-24 у военных. Они к нам говорят, вы решаете вопрос в правительстве. А как мы решим вопрос в правительстве, если эти вопросы решаются через департамент имущественных отношений Министерства обороны? Вот если бы там был принят регламент какой-то, что с момента поступления письма, подписанного главой администрации города Кирова, до момента получения окончательного ответа месяц, а для решения вопроса полмесяца, вот это было понятно. Ветераны оказались бессильны перед бумажной волокитой. Пока Москва готовит документы, вертолет пилят на куски. Но афганцы, которые стали инициаторами создания памятника, готовы отремонтировать крокодила и биться до конца. Теперь уже в мирное время за то, чтобы помнили. Ми-24 – символ воинской доблести и чести планировали установить в Парке Победы к 9 мая рядом с пушкой и БТР. Но сейчас в лучшем случае праздник вертолет встретят в ремонтном цехе. На его реконструкцию теперь потребуются месяцы. А если повезет, свое достойное место он займет здесь к другому празднику – в Дню ВДВ 2 августа. Будущее вертолета сейчас зависит от того, договорятся ли военные чиновники в Москве и Сызрани между собой. Мария Вингар, Даниил Кочкин, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.